хочу вам дать такую лакмусовую бумажечку критерии истины он очень простой я много раз об этом говорил если конечно вы уже укушена сатаной и заражены этой лживой истины и заквасились о тем что библия слово божье до что слово папа пастыря кардинала или какого-либо проповедника в реале или в ю тубе это истина сама по себе только потому что не там крест вот такенный висит да то конечно вам ничего не поможет если ваше сердце по заповеди иисуса по его учению рекомендации как хотите блаженств о которых он говорил открыто сердце алчущие жаждущие правды к этой истине вы познаете и она очень легко как распознать истину от лжи правду от неправды добро от зла это очень просто очень просто я сейчас скажу теорию и дам пример на практике иисус принципе об этом сказал прямыми словами так как хочешь чтобы с тобою поступали так поступает и с окружающим тебя миром в этом весь закон и пророки весь закон и все пророки и весь закон бытия весь закон божий я об этом постоянно говорю только еще присовокупляя все евангелие иисуса христа расширяя эту фразу истину познать очень легко вы должны просто взять и себе честно ответить в каком мире хотел бы очутиться я что для меня небесное царство что для меня рай вы должны представить свой самый прекрасный мир какой вы хотели бы видеть какими естественно гражданином которого этого небесного царства вы по достоинству должны быть сами то есть вы хотите видеть таких же вы естественно сами вы считаете я вот если бы я такой был и все бы такие вокруг были это был бы рай на земле это было бы небесное царство это было бы счастье мы были бы все блаженного были бы все счастливы потому что мы все цветы и добрые чистые светлые а что это возьмите сегодня после прослушивания просмотра этого ролика посвятите этому 10-15 минут а может быть полчаса налейте себе чайку кофейку можете чего-нибудь покрепче или наоборот об обычной водичке и поразмышляйте над этим если у вас есть с кем можете поразмышлять с кем-то как бы выглядело это небесное царство каким бы был этот рай на земле что это могу делать а что не могу каков бы закон то скажем этого царства был напишите свой закон мы сеева свое евангелие каким я хотел бы быть по-настоящему я знаю все свои недостатки я знаю все свои грехи когда я делаю плохо людям животным природе меня окружающий каким бы я хотел быть и я понимаю что если бы все такими были или все такие были и я бы стал таким потому что если я не буду таким мне там делать нечего я там все раздолбаю там все должны быть святыми кто это вот вам вся лакмусовая бумажечка весь критерий истины возьмем на примере ветхозаветный закон моисеева и вообще жертвоприношения животных а то и людей в жертву некоему невидимому богу тот самый первый грех который совершили адам и еву убив беззащитное любящее их животное и принеся его в жертву надо же оправдать это убийство они сделали это якобы в жертву богу и сажали и труп этого убитого животного ответьте себе честно хотели бы вы и способны ли вы и хотели бы вы каждый день перерезать глотку беззащитному чувствующему живого существу который смотрит на вас которая вырывается когда вы хотите и уже надрезаете ему горло которая кричит которая плачет хотели бы вы каждый день и способны ли вы отрезать ему голову способны ли вы вспарывать его брюхо вытаскивать все эти кишки будучи по локоть в этой кровище в этой вонище все это только что созерцая все эти слыша все эти крики видя все эти несчастные глаза того животного который убиваете вы вытаскивать все эти кишки наружу сжигать их и сжирать труп этого убитого живого существа чувствующего хотели бы вы способны ли вы на это и хотели бы вы это делать каждый день вы хотели бы чтобы это видели окружающие вас люди вы хотели бы это делать и чтобы это делали вокруг вас все миллиарды жители небесного царства и вы когда сами это не делаете вы это через секунду наблюдаете потому что вы уже насытились и вы смотрите как это делают другие вы такое небесное царство хотите и все встает на свои места жертвоприношение невидимому богу которую я не видел который не просил меня никогда этого делать это от бога неважно в какой библии или другой бумажки это написано я бы это сделал я бы перерезал глотку эту беззащитному животному смотря ему в глаза я бы вспорвал ему брюхо я бы пал по плечи ковырялся в его пузе чтобы вытащить все эти кишки сжечь их на костре я бы это делал я бы этому учил своих детей я бы это через секунду когда этот ужас прошел созерцал это целый день как это делают другие граждане небесного царства для меня очевидный вопрос какого небесного царства хочу я овощи и фрукты не кричат и не визжат они так и просятся в уста человека и животных вот и все вот живой пример что такое небесное царство что такое истина что такое добро и зло я могу извлекать отовсюду живя здесь на земле из писаний неважно каких официальных неофициальных какой-нибудь секты какого-нибудь авторитетного ли не авторитетного представителя и жреца проповедника этой секты обычного человека соседа друга мамы папы или моих детей которые что-то мне втолковывают в этой жизни я сам представляю свой идеальный мир то что мне говорят делать это подходит к этому я хотел бы вместо того чтобы радоваться жизни созерцать ее красоты петь плясать и танцевать смотреть как поют пляшут и танцуют точно такие же боги и дети всевышнего я бы хотел в субботу по закону моисеева сидеть дома и не совершать и 50 шагов я бы хотел это делать в этом радость жизни а если я этого не делал я должен быть побит камнями если я решил собрать палочки в субботу чтобы согреться если захотел попеть и потанцевать меня должны побить камнями и я должен буду убить человека за то что он в божий сотворенный день который сотворил землю и солнце чтобы она входила освещала который дал мне голосовые связки который дал моему богу и дитю всевышнюю всевышнему соседу гражданина небесного царства слух чтобы он слышал как я пою и видел как я пляшу от этого и получал радость и удовольствие я хочу жить в таком небесном царстве это небесное царство это правда по таким законам я хочу жить поймите наконец законы жизни они одинаковы бог один и тот же и бог неизменен да он свободен творить зло но он его никогда не делает потому что он не хочет этого делать и живет он по законам любви счастья радости и мира как хотел бы такого небесного царства ты что ж в той самой библии или словах проповедника или соседа моего который мне вешает какую-то лапшу нашу что есть правда что естественно задумайтесь представьте свой идеальный мир это и есть мир божий это мир счастья любви и радости все очень просто вот вам простой критерий истины погрузитесь в свой мир нарисуйте у себе создайте его это мир где все счастливы и там никто не может быть счастлив если там будет хоть один злодей поэтому этим святым представителем прежде всего должны быть вы и и все те кто будут населять этот прекрасный мир будете ли вы там счастливы и будут ли счастливы те кто будет вас окружать если вы будете делать то что нехорошо и вы познаете истину и уже здесь начнете жить и уже здесь создадите это царство вокруг вас пусть оно не всем будет нужно грешникам и злодеям которые населяют эту планету временно когда-нибудь все мы покаемся но до этого дня каждый должен прийти в познание истины и совершенства ибо мы все боги и дети всевышнего все и Субтитры создавал DimaTorzok